Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художника Жак-Мари Гастон-Анфреде Бреви. Жак-Мари Гастон-Анфреде Бреви родился в 1858 году в Бар-де-Люке на севере Франции. В детстве в маленьком городке в регионе Лотарингия оказало влияние на художника, как и его строгий отец, который в самом начале встал на пути его художественной карьеры. Молодой Жак-Мари Гастон-Анфреде Бреви, которого позже чаще называли просто Иоов, обнаружил свою любовь к искусству уже в детстве. Его талант, однако, долгое время оставался непризнанным, поскольку его семья хотела для своего сына традиционной карьеры. Я пользуюсь данными из Википедии, все то, что мне удалось найти. Вместо того, чтобы изучать искусство в высшей национальной школе изящных искусств, престижной художественной школе в Париже, он вступил во французскую армию по настоянию своего отца. В 1882 году наконец вернулся во Францию, чтобы посвятить себе искусству в Париже и наконец начал учиться в школе изящных искусств. К тому времени ему было уже 24 года. Служба в армии произвела на художника неизгладимые впечатления, а также повлияла на его последующие работы. Патриотические символы, любовь к Франции и военные иллюстрации, показанные во многих его работах, и это не изменилось до его смерти. Несмотря на всю военную суровость, Анфруа де Бревиле отметил свои самые большие успехи иллюстрациями к детским книгам, в основном к текстам французского автора Жоржа Монторгейля, в котором он нашел единую душу. На его красочных иллюстрациях часто изображались герои нации, такие, как, вероятно, самый популярный француз всех времен, бывший французский император Наполеон Бонапарт. Искусство Жака Анфруа де Бревиле, несмотря на то, что он работал для юной аудитории, никогда не было детским. Как его выбор мотивов, так и способ их исполнения свидетельствует о чистом духе, который всегда смотрит на жизнь и людей реалистично. Страдания людей из-за войны и отсутствия безопасности также встречаются в работах Ио Беспрекрас и отражены художником его работах. Еще при жизни он получит орден почетного легиона, высший военный орден за заслуги во Франции. Анфруа де Бревиле умер в Париже в 1931 году. Точная копия его бывшей мастерской, в которой он создавал свои работы на протяжении всей своей жизни, сейчас находится в музее французского города Мец и открыта для посетителей. Вот так, вкратце, данных не так много, о французском художнике Жак-Мари Гастон-Онфре де Бревиле. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok